Сохранить деловую активность в экономике и устойчивость бюджетной системы. Именно такие цели стояли перед органами власти с самого начала пандемии. К ограничительным мерам, по словам заместителя председателя правительства, Светланы Горячкиной удалось подойти взвешенно и оперативно, чтобы дать экономике быстро восстановиться. С самого начала пандемии системообразующие предприятия в Рязанской области, их 325, продолжали свою работу. С 11 апреля были открыты все промышленные предприятия, стройки и сельхозорганизации. Они работали с жестким соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Поэтапно сняли ограничения в сфере торговли, общественного питания и в сфере услуг. И это дало свои результаты. Уже с июня 2020 года промышленность у нас стала показывать устойчивый рост и по итогам 2020 года сработала с ростом на 6,3%. По этому показателю мы заняли четвертое место в ЦФО и десятое место по Российской Федерации. В 2020 году у нас увеличился и оборот розничной торговли. И хоть рост у нас чуть более 0,5%, но Рязанская область стала единственным регионом в ЦФО, где розничная торговля в целом сработала с положительной динамикой. По Российской Федерации этот показатель занимает восьмое место. Для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии было разработано три пакета антикризисных мер, в состав которых вошли и льготы. Для всего малого бизнеса сроки уплаты налогов удалось продлить. Если в других регионах это было сделано только для пострадавших отраслей в нашем регионе, абсолютно каждый субъект малого и среднего бизнеса мог перенести срок уплаты своих основных налогов на более поздний период. Была предоставлена срочка уплаты аренной платы по договорам за государственное и муниципальное имущество. А наша организация инфраструктуры поддержки, в первую очередь это гарантийный фонд и фонд микрозаймов, более чем в два раза увеличил объем выдачи льготных займов нашим субъектам МСП. Светлана Горячкина отметила, за прошлый год было реализовано четыре национальных проекта. Производительность труда и поддержка занятости, малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы, международная кооперация, экспорт и цифровая экономика. На отчетной встрече за 2020 год министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Варфоломеев добавил, что индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 107,1%. Наибольший вклад в такой результат внесла наша оборонка. Она сработала с плюсом в 12,4%. Кроме того, он отметил наращивание производства лекарственных средств в 1,6 раза. Отвечая на вопрос от губернатора Николая Любимова о подготовке региона к участию в Петербургском экономическом форуме, Андрей Варфоломеев сообщил следующее. Естественно, поручение губернатора мы выполняем. Мы работаем в тесной связке с корпорацией развития Рязанской области. Традиционно в таких мероприятиях мы участвуем. Это и сочинский инвестиционный форум, и петербургский международный экономический форум. Участвуем мы с выставками. Забронирована выставочная площадь. Выставочная площадь будет застроена нашей корпорацией. Мы презентуем наши основные инфраструктурные проекты. Это аэрокосмическая инновационная долина, это индустриальный промышленный парк Рязанский, о котором я только что говорил. Это тассер лесной промышленный парк Карандаш, это создаваемый новый тассер Новомичуринск. Министр добавил, что запланирован ряд соглашений с субъектами Российской Федерации, в частности, с Орловской областью, Алтайским краем. С калужскими партнерами продолжится предметная работа по развитию межрегиональных коопераций, в частности, производство компонентов для автомобилей. Сформирован пул инвестиционных соглашений для подписания на форуме. В настоящее время в портфеле региона их 11. Во время публичного отчета было отмечено, что взаимодействие с экспортерами во время пандемии продолжилось онлайн. Работа с инвесторами также не приостанавливалась.